ты сейчас зарабатываешь репетиторством английского языка круглоспуточная работа сколько стоит занятие с тобой я не могу от тебя услышать главного вообще не о том говоришь я все в ужасе тут сижу сейчас будут стучать по столу как обычно а сколько в месяц ты сейчас приблизительно зарабатываешь ты сейчас сельский учитель обучу английскому языку даже корову покинь счет жопен хор самое дорогое что есть личное время мы всегда должны работать над личным брендом то за час ты можешь заработать гораздо больше вот это сейчас команда как раз то что нам нужно первая твоя проблема которая только что увидела она находится вот здесь я поздравляю я тоже себя поздравляю всем привет друзья очень не хочется в это верить но осень наступила стало холодно но это совершенно не означает что я не буду продолжать вас согревать и сегодня вы познакомитесь со второй участницей нашего второго сезона которую зовут также как и меня ольга ольга меняйла эта девушка занимается тем что обучает других английскому языку и на сегодняшний день зарабатывает порядка тысячи долларов в месяц но хочет немножечко увеличится прибыли своей примерно в три раза но при этом не знает как это сделать потому что уже все время у нее буквально расписано поэтому она решила обратиться к нам для того чтобы мы с сергеем помогли найти возможности сделать так чтобы дело приносила и больше денег мы в общем-то масштабироваться и при этом что очень важно для нее оставить время для своей личной жизни для себя любимой потому что женщине нужно время да и всем нужно время на себя и сегодня собственно наша задача определиться с тем каким образом мы будем с ней продвигаться стратегически потому что я считаю что личный бренд это наверное ключевой момент формате того когда ты обучаешь посмотрим как у оли с этим делом и я думаю что будем работать непосредственно над этим но как показывает практика всегда в наших программах есть множество каких-то ну таких неожиданностей поэтому я думаю что когда мы познакомимся с олей будет все ясно кстати у нас появилось в этом сезоне два новых правила вы все писали о том что очень не нравится когда приходит участник когда он не выполняет домашнее задание и мы не можем видеть насколько наши советы являются действиями потому что вы ведь тоже ими пользуетесь поэтому мы решили внедрить первое правило которое звучит так сегодня мы даем человеку задание устанавливаем ему дедлайн то есть ограничение по времени и тот срок когда он должен нам выслать его сначала нам его высылает мы с сергеем проверяем что человек это задание в принципе выполнил и уже после этого мы назначаем ему съемку но всегда есть такая мотивация помните есть пинок а есть морковка так вот нашей морковка мы долго думали как мы можем замотивировать участников чтобы они помимо того что работали над своим бизнесом но делали это как-то вот энергии и мы решили что наши участники как вы знаете участие в шоу платное что позволяет нам быть уверенным что участники будут приходить и вообще что-то делать так вот мы решили что после истечения пяти эфиров которые у нас выделяется на каждого из участников мы будем смотреть и если человек действительно будет показывать классные результаты мы будем оставлять его уже на бесплатной основе для того чтобы продолжать заниматься его развитием поэтому мне кажется что это шикарная мотивация я уже замерзла поэтому предлагаю скорее идти тем более что оля нас уже ждет всем привет сегодня у нас новый участник ульга меняева она из депра и преподает английский язык правильно да что еще себе расскажешь на проект приехала для того чтобы расширяться потому что заметила за собой что уже два года подряд людей два раза больше хотят со мной заниматься чем я могу физически охватить своим репетиторством и были два раза и свои проекты онлайн оля очень помогла своими проектами своими денежными днями вот где-то примерно в таком формате проходили мои марафоны в принципе очень понравились и я думаю что это направление нужно развивать поэтому решила обратиться к экспертам спасибо что за у нас экспертами который когда-то выигрывает когда-то проигрывает а тут эксперт смотри значит что получается ты сейчас зарабатываешь репетиторством английского языка к тебе обращаются два раза больше людей чем ты в состоянии принять ну да я вынуждена постоянно отказывать отказывать там есть конечно промежутки свои плюсы и минусы в репетиторстве летом намного меньше работы отток учеников вот но в принципе в сезон мне очень часто приходится отказывать до твои ученики сначала конечно работала с детьми когда начинала как бы там более низкий уровень позволяет потом мне захотелось расти и я для себя решила что половина должно быть взрослых чтобы быть в тонусе а половина детей они очень вдохновляют не знаю я переключаюсь со взрослых на детей сама откуда тебя английский язык вообще ну я здесь киеве драгоманова педагогически заканчивала и постоянно сама учусь повышаю квалификацию с иностранцами все время как ты считаешь почему люди к тебе приходят учиться выбирают тебя за что знаете я однажды поняла сначала я думала что нужно просто хорошо английский знать но потом я как-то поняла что просто приходят где-то на процентов 40 из-за человека я стараюсь очень сильно людей вдохновлять потому что две проблемы две боли это разговорный языковой барьер и мотивация и так как я смотрю что вот обычный заурядный репетитор ну там проходят там студируют книги и все такое никаких каких-то приколов каких-то творческих идей и так дальше и конечно же если это индивидуальное занятие максимально индивидуально подстраиваться люди настолько разные что вообще просто нужно самому переключаться как будто другой человек с одним потом с другим сколько стоит занятие с тобой 220 гривен за час занимать индивидуально у тебя дома или онлайн и дома и по скайпу рис себе сами приходят и не ходишь они я никуда не хожу если дети то я индивидуально уже не занимаюсь занимаюсь по три человека каким образом я услышала что тебя покупают через тарафанное радио но все-таки ты каким-то образом через личный бренд а это как бы чистой воды личный бренд пишешь о том чем ты занимаешься ведешь какие-то социальные сети на эту тему я стараюсь канал что-нибудь youtube канал у меня конечно он у меня не оформлен должным образом я просто там выкладывала то что я о чем на марафоне общалась с людьми не каждый день приходилось выкладывать и лекцию записанную там грамматикой так далее и мотивирующие видео а в соцсетях ну стараюсь писать так вот прям планомерная этим не занималась но стараюсь писать что-то или какой-то контент или что-то о себе чуть-чуть люди приходят в основном узнают от других людей когда кто-то занимался им нравится и советуют тебя да ну есть платформы определенная где анкета моя висит в интернете то иногда оттуда приходят я бы оплачивалась то что мне нашли а так в основном вот ясно так сколько месяц ты сейчас приблизительно зарабатываешь каких пределах но около тысячи долларов есть насколько хочешь зарабатывать тысячи три наверное вот хотя бы достичь ее что так реально смотреть надо утроится сейчас да посмотри у нас какие варианты ну получается если ты зарабатываешь тысячу долларов значит где-то примерно 120 часов в месяц у тебя сейчас стоит 8 долларов или это тебе утроится каким образом можно в три раза больше вести умереть том-то и дело уже сейчас это полная загрузка потому что многие не понимают они думают что если я там пять-шесть часов в день отработала это так круто типа я восемь часов работаю нифига это круглосуточная работа потому что меня забрасывает смс коми родители задают кучу вопросов с каждым нужно поговорить проверить письменные работы найти тому к этому экзамену материала а этому к другому экзамену и три раза больше не получится работать никак не получится я хочу чтобы что-то было какой-то проект где у меня будет дополнительно человек ну помогать и чтобы он как-то да ну под моим контролем но он сам существовал тоже это то есть ты видишь способ масштабирования как нанять еще преподавателя который был почему нанять я проводила когда марафоны то у меня было на марафоне 17 человек и так почти 50 я не занималась не спортом я ничем не занималась то есть это не нормально я теряю сама как бы я это да не вдохновляю людей не хочется этот да допустим меня есть какая-то текучка да я этот проект как я вижу я его создаю а чтобы человек какой-то который там тоже чат помогал вести и так дальше потому что нереально самой по каким образом мы вот серёжа пытается понятие читая по его вот этому а вот он пытается понять сейчас каким образом ты себе представляешь свой рост то есть что ты хочешь сделать если у тебя какие-то идеи в отношении того каким образом ты можешь вырасти чтобы тебе хотелось чтобы это было что у меня как бы есть уже набор лекций снятых но просто это это был такой челлендж это первое а второе хочется улучшать как-то в плане у меня закрытая группа на фейсбуке я туда выкладываю и я столкнулась с тем что многие люди они как бы хотят готовы оплатить но им лишний раз тыкнуть куда-то пальцем кликнуть это им сложно может быть кто-то в комментариях напишет поможет может быть есть какая-то платформа как-то вот и может быть где-то более точно свою ца почувствовать то есть какие-то вроде бы все понятно но как-то для того чтобы автоматизировать или как это правильно чтобы регулярные платежи ежемесячно платежи это тоже да это отдельный вопрос а в том плане что возможно есть какой-то способ где можно вводить информацию куда-то в платформу вот я не знаю конечно что я могу себе позволить если это конечно дорого то скорее всего надо сначала накопить или пойму о чем речь какую речь о том что я выкладываю документы в pdf формате закрытой группе и ссылку на лекцию и вот хотелось как-то облегчить я в принципе и сейчас готова вести в данном формате идет чат в ватсапе где можно с единомышленниками общаться они там разбиваются на пары друг друга поддерживают вот а именно чтобы доступ информации для участников то ли это марафон то ли обычный какой-то базовый курс я буду создавать чтобы им это было как бы более доступно дожди мы ушли не туда мы сейчас ушли в технические вещи я хочу понять и у оля уже теперь тебе это вопрос задала как ты видишь свое масштабирование ты хоть сейчас масштабироваться с 1000 долларов на 3000 долларов да один способ тебе не подходит три раза больше работать не подходит есть еще способ три раза поднять просто цену вот сразу ставить из 1000 долларов 3000 возможно в три раза нет я в этом году чуть-чуть и так подняла еще способ есть людей собирать в группы в какие-то то есть ты сейчас какую-то группу говоришь в фейсбуке ведешь нет сейчас это был просто проект на 30 дней хорошо ты хочешь масштабироваться все чего за счет и набора каких-то групповых программ да да что был какой-то базовый курс вот самое востребовано это разговорный для путешествий то есть средний может чуть чуть ниже среднего что тебе мешает запустить такую групповую но я допустим сейчас стартану но я понимаю что допустим те люди которые у меня уже были они могли бы прийти просто чтобы поддерживать уровень а те лекции которые у меня уже есть они просмотрели и вот они заходят допустим и опять группа на фейсбук то есть может быть есть что-то более усовершенствованное тот же какой-то личный кабинет чтоб для удобства пользования делал не в личном кабинете дело в том что ты хочешь ну вот пример я просто на примере один не общение о том говоришь я все в ужасе тут сижу я не могу от тебя услышать главного ты хочешь вырасти для начала три раза для начала твоя ниша подразумевает рост в принципе для меня вообще загадка тех людей которые знают классно английский язык и которые не могут это монетизировать то есть это для меня вообще загадка учитывая то что сегодня каждый папа мама и взрослый человек пишет в своем вышлист выучить английский язык прокачать да поднимите руку напишите пожалуйста в комментариях кто такое пишет значит и эта проблема реально острая и острая она прежде всего по одной простой причине которую сергей повторяет каждый день мы учим английский всю жизнь но мы ни хрена не умеем говорить и у большинства людей ну чё ребят я решила чё все выбирают какие-то ferrari там себе bentley ну как-то во-первых банально пошло и плюс скоро зима сугробы а в киеве хрен кто будет что-то чистить поэтому я решила себе взять колеса побольше чтобы точно припарковаться и чтобы если пробка нахрен всех переехать просто и все мне вообще нравится это нахрен всех приехать на самом деле друзья помимо того что выбирая себе машину я сегодня приехала на выставку для того чтобы увидеть как же делать мой стол и главное кем потому что именно эта позиция которая появилась в моем офисе оказалась для меня самой загадочной поскольку мое все общение с эдгаром было такой роли я хочу сделать вам стол у меня есть такая классная компания все сделаю в общем я ничего не понимала что происходит и сегодня я приехал знакомиться с этими замечательными людьми которые оказываются просто гиганты в бизнесе у них очень большая компания занимается многими направлениями я хочу вас с ними познакомить во первых для того чтобы вы увидели что такое классный бизнес классные люди и во-вторых чтобы возможно вы тоже присмотрели что-то для себя это не фильм ужасов сегодня мы вам покажем познакомим вернее с людьми с суровыми такими людьми с настоящими мужчинами которые делают такие классные столы которые стоит у нас в офисе вы его видели а вот столы делаются на таком вот оборудовании такими вот замечательными людьми василий юрьевич компания инструментал и вот просто берут туда будут делают покажите как вы делаете стол ну как вы точно и сказали очень все вот так вот так и делаем да а скажите хороший инструмент и руки и руки которые растут из правильного места все решается абсолютно до любые задачи хорошие инструментом можно выполнить компания инструментал мы дадим ссылку вам на сайт а скажите что вы еще помимо таких классных вот 100 стол у нас и таких классных дубовых досок я понимаю что этот стол простоит дольше чем тот дом в котором находится наш офис что еще вы такого классного делаете делаем мы очень много конечно я влюбился дерево вработку занимаюсь бизнесом с 93 года имею дело с лесом с деревом но хочу рассказать людям чтобы они не переживали лес это ресурс который возобновляется поэтому не бейте тревогу все нормально имея такой инструмент мы помогаем лес очищать потому что лес также имеет возраст он также болеет как и человек он взрослеет его надо убирать другого варианта просто нету это вы вырезали вот такой вот такой штукой да это у нас есть человек который смотри просто смотрели на эту штучку и вырезали это так да смотрите если вы никогда не видели 3d принтера то вот этот 3d принтер вот этим 3d принтером делаются вот такие вот лягушки свободно занимаемся производства поганажных изделий это означает все на полы на стены на крыши у вас данный стол который мы вам сделали там мы больше трехсот лет дубу углу а он может быть и 600 и 700 лет то есть больше 3d рост материала чтобы быть у нас в офисе углу вот вот чем этот весь секрет да кроме этого мы производим мебель это кухни фасады спальни кровать и детские кровати ну как мисс люди все можно сделать столько всего сделать еще инструмент продаете да это понял это компания инструментал имеет направление производства это производство одно бортничах скажем поганажные изделия и столярный цех второе производство это корнин это житомирская область мы там партнеры и также профилированный лего брус для строительства домов для проживания но лего брус сразу понятно мне что это за брус да мы можем собирать домик любой да собираем как игрушка дом стоит есть у нас даже роботы которые могут выполнять любые задачи помогает человеку человек может где-то отдыхать а скажем косилка робот будет косить траву тогда когда это нужно сама сама абсолютно сама также у нас представлена компания макита то же самое лес от огород и аккумуляторный инструмент нету такой отрасли чтобы наш инструмент не присутствовал нету такой это и железная дорога это и просто дорожные службы я так понял что достаточно иметь ваш один телефон и на все случаи жизни все проблемы муж да и самый главный у нас девиз инструмент с которым нет проблем то есть мы обслуживаем сервис как гарантий на обслуживание так и после гарантийные я сказал что мы везде присутствуем у нас еще есть бренд бака очень серьезная компания большими традициями это ручной инструмент начиная от отвертки заканчивая инструментов для медицины или для авиации и там все инструмент элит класса почему-то у вас бензопилы в основном кого собираешься мы санитары мы помогаем лесу мы его не уничтожаем я думал что я маньяк с бензопилой но я оказывается санитар поэтому я рекомендую те люди которые нас слышали что у нас все рубят все так плохо чтобы не переживали лес растет лес растет он урубается правильно есть правило рубки все это измеряется все это можно видеть просто надо понять что если продукт созрел его надо спилить и получить деньги для того чтобы был бюджет давать они в семье компаний быть распилите давайте давайте 2 минуты и баня практически готова секрет всего вот этого что мы можем заехать в лес опять же чтобы не переживали наши зрители мы можем поднять лес который умер мы еще раз говорю бы санитары то есть на украинский мой один человек может сделать любые доски любой брус а также делать баню или дом когда при условии что мы меняем такая гладкая она гладкая и качество распиловки очень высокая офигенно редко мы встречаемся с людьми которые руками делают какие-то настоящие вещи в основном все сидят в офисах и что-то там себе на компьютеры нажимают теперь мы наконец-то увидели как все это делается на самом деле да на самом деле это все просто не надо бояться просто работы украшает дать человек украшает да украшает абсолютно точно даже постоять рядом уже украшать пока ты сейчас сельский учитель вот я тебе говорю как есть сейчас сельский учитель который берет очень небольшую сумму денег за час 8 долларов я помню когда я занималась английским языком это было с 95 по двухтысячный мама платила за одно занятие 20 долларов прикольно первое ты сегодня твое время она выглядит вот у тебя есть там пять часов в день условно 12 5 из которых ты работаешь со своими учениками остальное время тебе нужно пописать уделить время ребенку посчитать все эти закорлятыши пообщаться с ними короче продавать еще ты работник ты сейчас вообще не предприниматель ты работник работающий на себя учительница просто который платит деньги напрямую и в этом твоя сложность в том числе потому что в школе тебе воплотили зарплату а здесь тебе нужно они пришли не пришли от этого деньги зависит вот у тебя сейчас есть работа вопрос номер один который я бы поставил на твоем месте как работу превратить в бизнес теперь давайте посмотрим на какие-то интересные параметры которые есть в бизнесе что есть в бизнесе чем это отличается от работы первое в бизнесе в хорошем приличном всегда есть личный бренд то бишь начинается все с того не то чтобы всегда есть в твоем случае личный бренд когда мы из работника переходим в бизнес есть момент личного бренда когда человеку начинают платить больше тогда когда оля это не просто оля которых миллион а это оля которую люди любят почитать она интересно рассказывает она регулярно общается со своей аудиторией первый момент личного бренда дает нам всегда рост нашей стоимости потому что когда люди начинают тебя выбирать они выбирают тебя уже не просто из всех а ты выделяешься он говорит мужу слушай дорогая об чем мы будем платить вот этой оле она стоит в полтора раза дороже она говорит я читаю инстаграм послушай как она на ютюбе классно рассказывают ролики она такая классная она офигенная он говорит окей хорошо если тебе нравится первый момент мы всегда должны работать над личным брендом поэтому с сегодняшнего дня ты начинаешь как минимум вести свой инстаграм на профессиональные темы рассказывая людям на понятном языке то что мы им дальнейшем будем продавать это очень важно очень важно на твоем инстаграме должно быть очень четко понятно кто ты в описании чем ты занимаешься как с тобой связаться какую услугу ты не просто учитель английского языка а ты предоставляешь ты обучаешь значит ты им пишешь обучаю обучу английскому языку даже корову божью коровку может быть настоящая это как бы первый момент второй момент который в бизнесе должен быть это поток клиентов если мы говорим о том чтобы просто настроить вот среди тех 20 человек или 50 или даже ста которые есть вокруг тебя их упорядочить это одна задача но вряд ли благодаря этому ты вырастешь в три раза для начала если ты не поднимешь ценник в три раза ну скорее всего нет наша задача подумать прежде всего а над тем какая проблема есть у твоей клиент у твоей аудитории проблема глобальная есть на тебе нужно сконцентрироваться если это английский для путешественников значит это английский для путешественников очень важно тебе выбрать нишу достаточно узкую сузится максимально для того чтобы человек очень конкретно понимал что это то что мне нужно она специализируется именно в этом потому что когда ты говоришь что я обо всем я готовлю вузы я делаю то то твоя ценность сразу же падает люди все смотрят на тебя но они как бы не могут найти твоего у т.п. когда мы видим четко у т.п. что она занимается только подготовкам там тойфл или только чем-то все ты тут же вырастаешь стоимости и ты и в экспертности вырастая через полгода ты начнешь разговаривать по-английски к примеру классное предложение да то что самое главное всю жизнь лечу или бизнес английский да например то есть английский для бизнеса то есть очень важно я бы так начинала сейчас вот на твоем месте сконцентрироваться выбрать что это будет то есть в этой специфике стать нам бы ван ли с помощью своего личного бренда обязательно и естественно затем создать уже даже не один а линейку онлайн продуктов над этим нужно будет поработать где есть автоматизированные вещи по одной цене где есть вещи личные совсем по другой цене с достаточно серьезным привесом потому что личное время это всегда самое дорогое самое дорогое что есть личное время конечно и соответственно исходя из этого что отличает бизнесмена это уже настраивание автоматической воронки привлечения базы точно сейчас чем занимается сергей и о чем мы ввели буквально вчера мастер-класс привлечение автоматическое когда в принципе сегодня с помощью чат-бота можно настроить привлечение аудитории автоматически когда люди будут сами к тебе бросать заявки сами попадать куда-то и сами потом покупать платить а ты будешь только получать деньги то есть для начала то чего мы тебя пытаемся добиться совершенно непонятно что ты будешь продавать тебе нужно понять что это будет марафоны и все эти прочие вещи это конфетки это добавление это момент пошевелиться в мир это минус на родатикам более дорогие продукты показать на таких марафонах что ты классная еще сильнее увеличить свой бренд туда нагнать большое количество людей хотя бы 50-100 хотя бы потому что иначе не интересно пусть за небольшой чек и там же продавать им свои дорогие экспертные продукты которые могут помочь поэтому начать нужно сейчас конца и нужно вообще понять что ты будешь продавать и естественно понимать что в какой-то момент времени у тебя во первых не будет необходимости заниматься с таким количеством людей во-вторых для того чтобы никого не обидеть ты просто поднимешь чек в разочка два у тебя половина клиентов отпадет в онлайн продажах ты можешь зарабатывать вообще другие деньги три это только начало и это может быть автоматизировано но самое главное что здесь необходимо для того чтобы продавать в онлайне в случае когда ты являешься лицом это постоянное развитие своего личного бренда ты не можешь затухать ты не можешь себе позволить затухать поэтому youtube-канал это классная вещь но я бы сейчас наверное с него не начинала достаточно сложно это надо будет создавать контент регулярно заливать инстаграм развивать проще я смотри думаю что ольге сейчас нужно подумать на тем кто она не просто преподаватель английского аж именно свою специализацию выбрать потому что английский язык это очень широкая специализация да и когда ты ну это как раньше был сельский врач который приходили и зубы выдирать и переломы там делать и роды вам принимал да он все там делал и даже свиней лечил вот это как бы здорово но это не очень сегодня не актуально на сегодня актуальна специализация когда ты говоришь например я специалист по разговорному английскому я вас научу разговаривать я там вы может быть не будете не знать грамматику там особо ничего но вы будет вы заговорите и к тебе будут приходить люди которым надо заговорить они будут платить тебе в два раза больше чем другим потому что ты говоришь я твой меня заговорить или там ты сдашь экзамен то айфл да или там ты и не знаю там еще что-то клиентов полно просто наоборот это проще продавать когда ты говоришь я врач не универсальный а только зубы выдираю полно придет людей которым на только зубы драть и все но уже четко ты специализируешься ты это классно умеешь делать да этот тебе проще об этом писать об этом говорить специально группы создавать по интересам группы желающих выдрать себе зубы там условно говоря и так далее вот кстати мне всегда очень нравился пласт людей я однажды с одной англичанкой говорила она специализировалась на работе с людьми которые живут уже в британии в америке наши но которые не говорят на английском а почему она на них специализировалась потому что они платили в три раза больше платили в долларах для них это но другие деньги уже были там вот и она просто говорит я мне вообще не выгодно с нашими у нас тут раз на курс еще чего-то они как стабильно там платили свои 30 долларов в час не так они и платят твои люди которые скайп приходят они тоже в днепре живут нет у меня есть девочка сингапура сейчас хотят там англоязычная страна она из днепра туда переехала живет из москвы тоже все по сарафанному смотри вот это как вариант развития да когда можно создавать за тем например когда ты же немножечко подкрутишься по основной теме ты можешь создавать например себе группу ты прямо говоришь что создаю группу из пяти человек из разных стран самое главное чтобы у тебя была база клиентов людей которые тебя уже читали смотрели мы все время говорим о ценности вот этой базы клиентов она гораздо легче подтягиваются не на продукт который мы конкретно рекламируем а изначально подтягивается на тебя когда им нравится как ты что-то объясняешь когда им нравится как ты подаешь материал когда они от тебя узнают что-то новое интересное в доступной форме и так далее и уже группа собранная например из разных стран да для тех кто уехал и живет или например для всех кто в сша уехал и живет она дает им еще возможность познакомиться то есть у них появляется еще дополнительная мотивация обзавестись с друзьями казалось бы которые находятся рядом в америке с помощью тебя у тебя есть какие-то материалы которые ты продаешь людям ну помимо своей личной работой ну например сайше помнишь делали эфир там она продает карточки какие-то продают еще какие-то там штучки дополнить книги какие-то которые мы посудим аудиоматериал пока что нет только мои лекции сняты на камеру которые я на проекте на марафоне продавала ну лекции снятые на камеру сегодня никому не интересно вот даже я смотрю в ютюбе когда лекция чья-то особенно по английскому такое количество информации но совершенно это очень тяжело усваивается у меня есть желание что-то создавать креативить а я вынуждена чтобы оставаться на определенном уровне и развивать как-то свой проект я должна охватить всех своих людей я все-таки ну мы будем думать над тем как лучше тебя промасштабировать способов там много я все-таки хочу получить ответ как какой способ тебе ближе ну есть например какой способ собирать людей в группы то сделать групповые занятия когда ни один человек ты приходит 50 совсем другой другой заработок или когда ты больше делаешь какие-то хорошо хорошие и продукты записаны и их просто продаешь эти продукты или еще лучше на чем-то вот какой способ масштабирование тебе ближе но я вижу что я создаю какую-то программу да вот на узкую да на какую-то целом и возможно где-то я какие-то уроки веду по skype и должен быть еще какой-то преподаватель и носитель вот то есть грамматика это мы записываем лекции смотрим самостоятельно как вот уберем преподавателей носителей вот есть ты сегодня и ты ну у тебя достаточно большой ресурс времени ты сейчас уделяешь 120 часов в неделю работе это только прямой работе с клиентами один на один не не говорят же там всем остальном да вот то есть 100 часов у тебя есть месяц который ты можешь принципе проводить это очень большой ресурс зачем тебе одну силу сейчас еще другой преподаватель все это уводит на сторону вот это уже дальнейшие могут быть шаги сейчас сама должна сначала смештабироваться потому что ну тут много разных способов есть ну и цены повышать и группа набирать и записи делать занятий которые продавать и так далее ты ты себя для идеальный способ какой видишь вот если ты не брать из других людей каких-то других преподавателей я почему-то без других людей не вижу потому что для того чтобы что-то развивать мне нужны деньги а чтобы деньги были мне нужно этих людей всех вести вот у меня не супер сейчас много времени вот я с тобой сразу и согласен ты говоришь о том чтобы тебе как-то масштабироваться нужны деньги не знаю откуда это утверждение да нужно сразу же да она просто у тебя есть она сразу тебя уводит вообще в сторону вот сразу перекрывает тебе все пути ты говоришь у меня нет денег все я не могу штабироваться привет тебе нужен тренинг наше мышление предпринимателя верни тренажер для мозга вот потому что вот эти барьеры они которые вы не замечаете сразу бац все нет денег я не могу мы штабироваться можешь вот другие люди тебе надо платить деньги тебе нужно им управлять тебе они будут уводить все клиентов они будут прогуливать они будут не так вести как ты хочешь те люди которых у которых они будут которым они будут преподавать им будет нравиться эти люди они ты вот понимаешь больше и они будут уже потом приходить на этих людей вот понимаешь зачем тебе все эти проблемы у тебя возникнет масса других проблем когда ты только введешь хотя бы одного человека все твои проблемы утроятся это на твоем ремесле построены люди ты же сама говоришь приходят на меня приходят на тебя а ты хочешь взамен себя подсунуть какого-то другого человека они к тебе или не придут потому что этот человек не понравится или они к нему уйдут если он им понравится сегодня хочу познакомить вас с одним интересным человеком зовут его иван каунов он основатель сервиса финмап такой сервис финансового учета который позволяет многим предпринимателям решить их очень большие ну небольшие но вот такие знаете болезненные проблемы очень простой мне что понравилось что этот сервис простой и решает проблемы которые есть практически у каждого предпринимателя ваня мне сейчас показал я просто удивился ну насколько просто это и быстро делается сейчас ну чтобы не пересказывать просто я ему дам слово он сейчас сам вам расскажет и пока ну не расскажет просто о чем его сервис по первых пару слов на разбер расскажу что у меня есть пятилетний опыт работы с малым и средним бизнесом мы проработали более чем 200 кейсов основе этого опыта разработали простое приложение простой софт для финансового учета так как заметили что 70 проблем бизнеса связаны с отсутствием грамотно настроенного финансового учета этот сервис помогает решить множество проблем финансовом учете и самое наверное частое с которой сталкивались наши клиенты там ощущение что вы работаете все больше и больше вроде как бизнес становится все больше и больше зарабатываете вроде как дохода все больше и больше но прибыли больше не становится и вы не понимаете как можно заработать сотни тысяч прибыли куда уходят ваши деньги вы пытаетесь настроить какую-то excel табличку сделать какой-то супер учет самостоятельно изобрести новый велосипед и все равно не понимаете куда деваются деньги вроде доход есть все растет но прибыли нет этот сервис поможет понять куда деньги деваются на самом деле вы зарабатываете или там образцованы вам какие-нибудь авансы от клиентов собственно вот этом помогает давай какой-то вот одну проблему сегодня расскажи понять куда уходит прибыль куда уходит до уходит при наверно самый лучший да кстати я их начну пользоваться им следующий раз вам расскажу куда уходит моя прибыль но реально я как человек который занимается финансовым с финансами у нас нашей компании я занимаюсь всеми деньгами и знаете для меня иногда загадка да потому что работаешь работаешь и деньги утекают как вода сквозь песок поэтому сегодня попробуем кстати две недели бесплатный ребята дают ваня дает две недели бесплатного пользования сервисом по ссылке под видео переходите регистрируйтесь две недели просто пробуете да потом уже если понравится то покупаете и я выпросил для нас ну чтобы как-то было интересно промокод зажигалка который тоже рядом со ссылкой вы увидите если вы вдруг соберетесь покупать то дальше после через две недели захотите продлить и купите пользование этим сервисом то по промокоду зажигалку вам вас будет скид по этому пользу ну мы вам в следующий раз расскажем еще что-нибудь об этом сервис самое неденежное действие это тогда когда ты за час забираешь свои 200 с лишним гривен с клиента вот это самое твое неденежное действие потому что за час ты можешь заработать гораздо больше если ты будешь это делать в онлайне и если ты это будешь делать в онлайне не для одного человека а для группы ты понимаешь о чем я говорю другие люди здесь не нужны за одну единицу времени охватить большее количество людей это просто это первое второе это когда у тебя почему мы говорим сузится в какой-то ниши потому что даже когда-то сужаешься в нише например ты говоришь английский для путешественников да к примеру там разговорный ты делаешь с ними какой-то там тренинг и ты можешь бесконечно кормить и с другой стороны наращивать аудиторию тут важно не забывать о том что ключевая задача все время эту аудиторию наращивать наращивать и наращивать как это сделать с помощью рекламы это не сложно а как это сделать чтобы они от тебя не уходили это уже момент твоего личного бренда то о чем я тебе говорю когда ты постоянно в теме когда ты постоянно пишешь когда ты постоянно работаешь эти люди наращиваются 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 годами впоследствии возможно у тебя появится какая-то девочка которую они никогда не будут видеть который голос они будут просто слышать которая будет помогать там тебе какие-то вещи по твоей технологии по твоим книжкам с твоим брендом чтобы они уже очень хорошо знали что они идут именно к этой ольге понимаешь твое имя твоя технология это всегда обязательно каждый говорит о том что он разрабатывает свою супер классную технологию естественно методику каждый день в английском языке сейчас первая задача все с чего вообще все начинается начинается со стратегии перед тем как стрелять нужно обозначить цель первое решить это то в какой специализации ты хочешь находиться все будем делать пошагово это не супер страшно так как звучит но первое это на тебе необходимо определиться со специализацией это первое второе исходя из этой специализации тебе это может записывать эти задания потому что у нас меняется правило мы даем тебе обозначаем срок на выполнение задания ты сначала сбрасываешь его нам мы его смотрим что ты его сделала после этого ты приглашаешься на эфир если ты в обозначенный срок его не делаешь то когда мы тебя поставим в эфир непонятно всем участникам уже осточертело смотреть одну и ту же картину когда мы рассказываем что надо делать люди пришли заплатили за это деньги и люди нихрена не делают или делают по-другому поэтому мы как бы решили что в новом сезоне у нас такого не будет пока мы не сделали мы вы не придете следующий вы не придете то есть если ты в установленный срок не делаешь то потом ты можешь попасть через два месяца к нам через три месяца может быть не попасть потому что нам это не интересно вы сюда приходите для того чтобы у вас были результаты вы удивитесь как много всего вы можете успеть в общем-то за этим и приходите для того чтобы я заставила вас сделать невозможно так вот узнаешь что окажется время тоже есть на это и твоя главная мотивация понять что совсем скоро ты можешь в этот же период времени в эти же 24 часа в сутки зарабатывать совсем другие деньги и вполне возможно что в какой-то момент ты скажешь я не хочу больше лично преподавать или тебе будут предлагать совсем другие деньги для того чтобы ты с ними работала совсем другие деньги вы должны понимать что возможно все и прежде всего это надо осознать в своей голове если ты сейчас будешь говорить да нет я не успею да у меня не получается ты просто подумай о том что 200 с лишним гривен час 220 вот и все что стоит положи сама себе на стол эти 220 гривен и скажи я это время лучше уделю заданию момент 2 если вы не выполняете задание дальше в течение четырех недель вы его не присылаете вы выбываете из проекта момент 3 хороший у нас все участники кто не в курсе оля в курсе присутствуют 5 эфира обязательно в течение которых мы должны сделать результат и мы видим что те кто делают у них это получается идут дальше кстати совсем недавно ты говорил об этом или нету юля базилевская прислала тебе сообщение я уже не помню где-то об этом говорил я тоже не помню где-то говорил помнишь юля базилевскую которая занимается детскими праздниками которая пришла к нам с чеком тысячу чем-то гривен и не могла его говорила что это очень дорого пару дней назад успешно сделала городской праздник с бюджетом 170 тысяч и подписала договор на еще одно мероприятие на 200 тысяч то есть пришла на с бюджетом говорила 1700 у нее чек 1700 на на 170 тысяч сто раз она подняла чек прикольно и на 200 уже подписала договор в среднем ежемесячный доход мы вырос практически до полутора тысяч долларов ощущение космос в общем теперь я хочу чеки на 100 тысяч и доход минимум 5 дальше написал очень хорошую вещь я зачитаю очень часто вспоминаю участие в шоу и знаете я поняла что для меня самым действенным был период когда давались задания на неделю тогда была мотивация работать быстро и на результат долгое время на выполнение расслабляет мне кажется что любое задание можно выполнить быстро и получить результат остальной отговорки это мое мнение но может быть для будущих участников шоу она будет полезно и у нас появилась также дополнительная мотивация для вас потому что те участники которые у нас будут показывать результаты в течение пяти эфиров мы увидим что человек развивается мы не будем выбрасывать вас и шоу как и сказал выбрасывать да нехорошо не просто пристрелим просто пристрелим у вас появится возможность продолжать участие уже без платы денег но по-прежнему с ростом хорошая и выполнением заданий до мотивация отличная но я хочу видеть настоящие результаты потому что оля их возможно увидеть здесь первая твоя проблема которая только что увидела она находится вот здесь и и не могу а я не жалко у меня не хватит у меня это вообще да что-то какой-то барьер завод надо построить эти деньги тебе сейчас нужно четко первое понять определиться в какой ниши ты будешь специализироваться второе сразу же начать продумывать на какие темы как личный бренд ты сможешь говорить личный бренд это то когда а людям нравишься ты б людям нравится твоя экспертность в этой теме ты должна демонстрировать что ты в этом разбираешься ты должна давать полезный интересный контент чтобы людям было интересно тебя читать интересно за тобой наблюдать видеть кто ты ты должна быть олицетворением давай чтобы мы вообще это все не растягивали через неделю ты присылаешь нам отчет со всеми этими задачами ты делаешь по дороге домой отсюда пока будешь ехать она подумает с чем ты переспит неделя у тебя на это задание ты его нам отправляешь и следующим пунктом у нас в этом сезоне есть очень приятная вещь потому что тебе будет помогать команда людей в этом сезоне каждому участнику мы подбираем команду людей которые будут помогать тебе в маркетинге которые будут помогать тебе в твоем случае наверное в личном бренде и так далее мы посмотрим если необходимы будут какие-то технические вещи значит технические вещи у тебя будет команда людей с которыми ты познакомишься во время следующего эфира и с ними вы начнете вместе действовать это очень классно потому что первое тебе не нужно будет платить этим людям сейчас деньги у тебя окажется поддержка тебе нужна моральная поддержка люди с которыми ты сможешь каждый день списываться созваниваться и так далее и так далее и так далее поэтому тебе сейчас повезло это не значит что свой шанс нужно профукать оля нельзя и заранее пожалуйста вот то как ты сейчас себе это представляешь проставь какие-то прайсы только давай в долларах хотя бы ладно то эти гривны в долларах какие бы ты хотела здесь видеть зарабатывать ты считаешь что сейчас ты можешь с этим заходить и теперь все что касается твоего личного бренда подумай пожалуйста над тем посмотри на коллег посмотри обязательно кто что делает посмотри как как этим заниматься другие преподаватели разных языков вот выбери посмотри и создать для себя личную стратегию как бы ты вот не думая о том о боже не смогу мне не хватит времени у меня вот как бы ты хотела для себя чтобы видя вот вот я всегда себе говорю со стороны если бы я увидела эту олю вернилова чтобы я не подумала купила бы я у нее захотела бы я к ней прийти это очень важный момент и тебе должна понравиться то оля которую ты сейчас чей образ ты начнешь вещать потому что людей нужно с собой знакомить личный бренд это не серая мышка серая мышка никогда не будет личным брендом ты должна быть той олей которая ты есть в личном бренде всегда присутствует личная история мы никогда не прячемся за кого-то я оля и вчера развелась после второго брака я поздравляю я тоже себя поздравляю не знаю по ощущениям у меня начинается новая жизнь у нее светятся глаза значит она счастлива она не плакала об сети зажигалка пати эти когда видел грустно мне показалось сегодня задумчивая освободилась 9 лет ребенку уже как бы не надо не спать ночами уже вообще наверное почти самостоятельность уже готовится даже к подростковым маме гренки уже готовит все нормально скоро будете вместе выпивать эту роль но мы так идем она уже скоро меня в росте перегонит как подружки пойдем посмотри оля по поводу личного бренда не надо что-то себе придумывать какую-то виртуальную олю ты должна быть той которая ты есть потому что не бойся что ты кому-то не понравишься это нормально вот ты кого-то вот юрмилова точно многим не нравится неправда не понятно ты не важно кто-то уходит наоборот если кого-то ты сильно отталкиваешь ну что-то другим это нравится наоборот то есть есть люди которым нравится брюнетки другим блондинки всем не понравишься в личном бренде очень важно твое позиционирование чтобы люди понимали вообще что ты продаешь почему ты это продаешь и в чем заключается главная идея того что это делаешь именно ты то есть вот твоя какая-то философия твое видение да твоя особенность того вот в контексте того что ты предлагаешь людям она должна читаться поэтому подумай об этом поживи с этим должно быть очень понятно почему у тебя этого нужно учиться должно быть очень понятно какой смысл ключевой ты в это вкладываешь то есть это очень важно если ты посмотришь и понаблюдаешь за людьми которые развиваются через личный бренд и задашься а почему на него смотрю а что мне в нем притягивает а что нравится ты находишь это ты увидишь что в этом человеке читается вот это сейчас твоя ключевая задача подумать над этим потому что нам нужно сейчас собрать классную олю от всей шелухи тебя очистить ты сама себя должна увидеть по-другому я думаю что наша ключевая цель вообще сделать так чтобы у тебя личных учеников осталось только знаешь для кайфа если тебе захочется и то дорого и чтобы они сказали да мы хотим ольга михайловна за любые деньги только у вас все понятно встречаемся мы подбираем команду мы подбираем команду мы уже сейчас я назначила дату съемок уже сейчас я скажу в календаре когда у нас дата съемок следующий раз уже пойдут к более конкретное задание сейчас на самом деле очень важно потому что сейчас это база это фундамент должна понять куда будем стрелять эту цель должна выбрать ты а стратегию мы уже разработаем вместе я уже выставлю первое видео с ругательствами на английском по инстаграме я уже приду потому что у меня я я никогда не сталкивалась а иногда меня студенты спрашивают продолжай дальше пожалуйста на английском все то что ты говоришь окей one of my students told me how can i just say to my grandma because she told me to do something how can i say maybe kiss my ass or something like that from the films and that was really difficult for me because i don't teach my students this word like that ну почему же я бы на твоем месте подумала о таком курсе кстати тоже я могу сказать что курс под названием фигачить и херачить купила бы огромное количество людей прямо здесь с а где резсона не скажу вам идея и май 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 май.наны и маскаре дыня технология день фотография оба decision both moon ребята а кто не понял я accelerate heck to the moon и advocacy я все понимаю что простоե�iz hyipачинг пая vino то говарим героя значит advan что подписаться на инстаграм оли проанализировать его посмотреть что она сейчас туда воставлять обязательно писать и воля la это да и то нет, помогите. Напишите, пожалуйста, нам в комментариях, может быть, какие-то актуальные темы или проблематику с английским, с которой вы сталкиваетесь. Возможно, Оля это тоже натолкнет на какие-то определенные идеи. Это важно. Помогайте, пожалуйста, нашим участникам, хотя бы на время, пока они в проекте. Подписывайтесь на их соцсети, пишите, подталкивайте их, показывайте, что вы ждете и наблюдаете, потому что у вас есть также прекрасная возможность учиться, есть прекрасная возможность завязываться отношениями. Возможно, кто-то сейчас, точно так же, как и на прошлом эфире, видит сейчас Олю и думает, да я к ней в команду должен идти, я знаю, как ей там в чем-то помочь. Пишите нам, потому что мы сейчас после этой встречи с Олей Сергеем будем выбирать ей команду, но, повторюсь, если вы видите, что я здесь должен быть, неважно в какой стране вы живете, неважно вообще, где вы, онлайн у нас сегодня, слава богу, все могут находиться вместе, напишите, пожалуйста, и, возможно, мы вас также присоединим, Коля, в команду. Поддерживайте участников сами, не вечно их баньте, блин, не пишите им, какие они чмыри, ничего они не делают, им очень тяжело, они молодцы, они приходят. Мы их будем в этом сезоне заставлять гораздо активнее работать, но ваша поддержка, она очень важна, потому что абсолютно все участники всегда говорят о том, что они с нетерпением читают комментарии, они очень переживают, если вы им что-то там пишете не очень, и они очень благодарны, когда вы, среди вас находятся партнеры, друзья, люди, которые поддерживают. У нас очень многие подружились в комментариях, кстати, я даже думаю, скоро у нас будет первая свадьба в комментариях. Это тоже хорошо, поэтому включайтесь, пожалуйста, потому что от вас тоже очень многое зависит. Оля сделает продукты, я думаю, что, Оля, мы подписчикам обязательно, когда мы что-то у нас получится создадим, дадим какие-то приятные, особенные условия, правда, для тех, кто захочет у тебя поучиться. Оля так, типа, говорит, в смысле? 300 долларов в час, пожалуйста. Что ты еще наружу покупаешь? А вот, в любом случае, давайте, включайтесь, пожалуйста, потому что английский язык – это реально такая тема, конечно, вечная боль для большинства людей регулярно. Я прекрасно понимаю английский на слух, но как та коровка. Начинаю говорить только тогда, когда на Таймсквер я меняла 500 евро и получила за них 450 долларов. Вот был тот самый момент, когда весь мой английский всплыл, и я заставила полицию вернуть мне мои 500 евро, потому что такого мерзкого курса я не встречала никогда. Ес, тебе все понятно? Да, все понятно. То есть я как-то забегала наперед, куча каких-то вопросов, которые просто загрузили мозг и не знаешь, с чего начать. А как бы надо начинать… Да, мозг чистый. Теперь надо… Купить чистую тетрадку новую, чтобы вообще все с чистого листа начинать. А мы прямо… У нас она лежит, я смотрю, чистая тетрадка, как раз с нашего с тобой проекта, когда-то стартовавшего. Ага. 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 Маркетинг. Все. Ну, чистая тетрадка, все по чесноку. Боже, супер, спасибо. Да, Love Marketing называется «Все сделано с любовью к своему клиенту». Очень символично. Спасибо огромное. Да. Пригодилось. Наконец-то. Все. Оля, начинаем работать активно. Фигачить и херачить. Фигачить и херачить, но результаты могут быть очень классные. В твоей нише… Мне уже не терпится. Результаты могут быть офигенные. Давай, мне уже не терпится, когда ты заработаешь и первый месяц это сделаешь, выпить опирольчик с тобой где-нибудь. Это скажешь, блин, как я вообще могла раньше, представляешь? Я, чтобы заработать на этот опироль два часа, вела английский язык. Давай. Ты знаешь английский, это круто. Научи, пожалуйста, весь мир этому языку. Спасибо большое. Я готова. Ну, как тебе наше общение с сегодняшней героиней? У меня она очень сильно сегодня понравилась. Знаешь, я ее представлял как-то более зажатой какой-то. Ты мне сказал, она нудная будет. Она сегодня была… Ну, просто я же с ней общался на собеседовании, на зажигалке пати я ее видел. И она мне казалась очень такой зажатой, вот очень сильно. Я думаю, она тренировалась. Она уже знала, что ко мне нужно приходить не зажатой, потому что я все равно разожму. Мне кажется, на нее, конечно, как-то подействовало, может быть, ну, у нее были проблемы же, да, она, кажется, разводилась, и вчера она развелась, и, видимо, на нее так подействовало. Она сегодня прям была очень счастлива. Потому что она просто была нас рада видеть. На самом деле, знаешь, это точно так же, как и о нас. Когда видишь человека со стороны, ты его наделяешь какими-то качествами, каким-то характером, даже тем, что он о тебе думает. Хотя он вообще о тебе не думает. Вот, поэтому я думаю, что это просто уже более близкое общение. Мне очень нравится эта фраза «заговори, чтобы я мог тебя увидеть». Вот, человек раскрывается. Она, конечно, пришла с кашей в голове. Вообще, да, вообще. Я вообще думаю, мне кажется, мой подарок, знаешь, для людей. Я особенно с такой кувалдой большой. Бабах! Ну, понятно, я-то не подарок. Мне, кстати, ребята, очень нравится, что вы пишете о том, что вы видите, что мы не обманываем, что мы откровенны, что мы не пытаемся здесь никому понравиться. Может, даже слишком не пытаемся. Могли бы хотя бы чуть-чуть попытаться. Но я за то, чтобы быть собой. Я за то, чтобы перестать. Вот везде нас заставляют. Недавно, сегодня буквально я прочитала после родительского собрания от няни там, «Класс нужно уравнять». Вот эти вот все слова уравнять. Мне сразу хочется, блин, застрелить. Люди, куда кого уравнять? Мы все абсолютно разные. И уравнивать вообще никого не нужно. Нужно, наоборот, стараться подтянуться. Каждый кто куда. Вот. Но быть собой очень важно. И мне кажется, что Оля сегодня расслабилась. По крайней мере, когда она от нас уходила, я это почувствовала. Я в нее поверила, честно тебе скажу. Я уже начала представлять, что мы будем с ней делать. И я уже даже немножко подумала над командой. Я когда с ней вот общался, мы с ней собеседование проводили по видеосвязи. Она когда говорила о том, что она хотела бы онлайн там преподавать, какие-то делать, ну, курсы такие онлайн, верзаписи. Я думаю, кто ее будет смотреть, кто ее будет слушать. Ну, совершенно обычная, да, обыкновенный такой человек. Обычная, каких миллион, вот как ее наделить каким-то. Но сегодня я увидел вообще другую Олю. Вообще другую. И она такая интересная. И я поверил, что да, мы можем ее запустить. Я думаю, что у нее есть много шансов, если она будет придерживаться наших рекомендаций. Потому что если в этом сезоне они не будут этого делать, то я вот этой булавкой проткнул каждому нос. Я думаю, уже запатентовать, выпустить бренд с футболками. Кстати, ребята, напишите, если я выпущу такие, я не знаю, футболки, как это называется, модные свитера. Боже, я урод, я не помню этих названий. Я предлагаю наколки на лоб выпускать. Офигачить и херачить. В общем, давайте. Кстати, кто сделает себе наколку, фигачить и херачить, бесплатное участие в нашем шоу. Так что, мало ли, может быть. Давайте. У нас есть заявки. Я немножко их поразбирала там, потому что у нас пришли еще новые заявки в том числе. Я думаю, что, наверное, возможно, мы будем с тобой делать сейчас дополнительные кастинги. Потому что не совсем понятно, как людей добавлять в команду, не видя их. Да, да, кастинг надо обозначить. Но я подумала о том, что в некоторых случаях будет неплохо, если и команда, внутри будет между собой тоже соревноваться, и кто-то из нее будет выбывать. Потому что как мне понять, какой, например, СММщик будет лучше подходить, да? Может, он придет, он же не платит денег. Он придет, блин, и это отвалится, да, и подставит. Ну ты скажешь, времени нет там. Как у нас уже это было с дизайнером. Это не очень хорошо. Поэтому, кстати, ребята, вот напишите, пожалуйста, нам свои рекомендации в отношении команды. Каким образом нам сделать так, чтобы люди, которые приходили в команду, потом не подставляли наших участников? Потому что пока у меня нет идей, кроме опять-таки, как денежных. Ну, я принял решение, что они-то денег платить не будут, но переживаю за это. Я переживаю, что мы возьмем команду, и кто-то начнет просто некрасиво себя вести. Значит, давай, смотрим людей. Смотри, первое. Ирина Вабищевич, СММ, пиар, копирайт. Она занимается из Минск, Беларусь. Мне кажется, она неплохая девочка, и она теоретически может с Олей по этому поводу поработать. Я думаю, что Оле будет как раз... Наша ключевая задача Оле сейчас помочь отстроить личный бренд. Потому что по продуктам мы и будем помогать, но вот это позиционирование, взгляд на нее со стороны, рекомендация того, какие должны быть тексты, чтобы они воспринимались, о чем будет интересно. Мне кажется, это ее основная команда. Как ты считаешь? Я бы Ирину попробовала, чтобы они пообщались и познакомились. Давай сейчас посмотрим. Так, теперь у нас есть Оля Остапенко. Ой, Оля, Анастасия, прости. Помнишь, эта девочка такая молодая мама? У нее ребенку было два месяца одному, а второму три года. Она фотограф сама, и она тоже пишет тексты для социальных сетей. Из какого города она? Она из Киева. Она приходила к нам. Да, помню. Очень красивенькая девочка. Да, помню. Она как вариант... Я бы ее здесь рассмотрела. Слушай, я вспомню фотографа из Кременчуга. Да. По-моему, там ближе, да. Они бы могли встретиться и сделать фотосессию классную. Кременчуг близко от Днепра где-то. Это кто? Это вот у меня как раз Марина Ткаченко. Думаешь, Марину, да? Да. Давай, Настю, тогда мы оставим. Настя, тебя оставим. Просто по географии. Да, я думаю, что вообще хорошие фотографии для Оли сейчас важны. Важны, да. Вообще, Марина говорила о том, что ей хочется пойти куда-то дальше. Вот мне кажется, помощь в упаковке бренда с помощью визуального ряда не просто сделать ей какие-то фотографии. Понятно, да. А сделать именно, помочь ей раскрыться, подумать, как это интересно сделать для Инстаграма, какие-то стратегии разработать. Я думаю, это будет очень, очень интересно. В принципе, Оля может к ней в Кременчуг приехать и там они сделают. Даже не важно, где они это будут делать, они могут это сделать где угодно. Марину оставим. Так, теперь, нет, Лена нам не подходит. Услуги графического дизайна. Ну, я думаю, что здесь пока они не совсем нужны. Не вижу, зачем. Да. Я подумала о том, что для личного бренда очень важно выглядеть стильно. Я вспомнила Яну. Я думаю, что Яна у нас будет в проекте наделена главным стилистом нашего проекта, и я бы хотела, чтобы она с Олей… Она же из Киева, да? Яна из Киева, да. Мне бы хотелось, чтобы она помогла Оле поработать с ее личным стилем, индивидуальным. Слушай, но сегодня Оля у Оли был безупречный. Сегодня Оля хорошо выглядела, но она могла бы выглядеть еще более изюмно, потому что все-таки стилисты, они добавляют изюм. Я думаю, что, во-первых, Оле это необходимо после развода, ей захочется обновиться. Во-вторых, ей нужно сделать правильный образ не училки, а какого-то очень правильного, стильного такого учителя вот со вкусом преподавателя бренда английского языка. Согласен со мной? Да. Тем более, если это будет в тематике. Поэтому я предлагаю Яночку нашу добавить. Давай. Хотя Петреску говорит, что надо пойти с Яной на шопинг и ее проверить. Яна, мы с тобой отправимся на шопинг, но я думаю, что вот это сейчас команда как раз то, что нам нужно. У нас еще, кстати, есть несколько человек, я их не видела сейчас. Значит, из Казахстана, Алматы. А это новенькие? Да. У нас есть Мария, она занимается продающим копирайтингом, пишет тексты для бизнеса и приглашенный редактор журналов. А давай-ка мы их включим в команду для интереса, да? Мы с Марией познакомимся и если все ок, мы ее включим в команду, я думаю, это будет прикольно. Угу. Когда будет даже два СММщика, то есть наверняка будут, кто-то займется больше стратегией, кто-то текстами, а возможно они поспорят и найдут какую-то интересную истину. Потому что хочется ведь не просто сделать ее обычным преподавателем английского языка, и хочется с изюмом. Казахстан, Алматы нам надо. Угу. Берем. Так, у нас еще есть комплексный интернет-маркетинг. Александр прислал, мы с ним встретимся, он из Киева. Я думаю, что мы его на живой кастинг пригласим. И Алина у нас есть из Киева, услуги графического дизайна, визуальный образ бренда. Я думаю, что мы встретимся тоже с этими участниками в жизни и после этого примем решение. Угу. Вот, потому что тут я бы с ними все-таки пообщалась. Окей, тогда команда у нас собственно собрана. На следующий раз мы делаем встречу со всеми, кто у нас в общем-то из Украины они приедут. Минск-Беларусь уточним, возможно Ирина приедет, потому что к первой участнице у нас приезжают уже все. И с Марией тоже разберемся. Я думаю, это будет прикольно. Класс. Начинаем. Мы вообще такие супер-классные, супер-крутые. Ребят, еще раз повторяю о том, что если вы сейчас понимаете, что вы тоже можете быть в этой команде, или возможно вы сейчас скажете, Оля, Оля, надо добавить срочно какого-то человека, обязательно напишите об этом, помогайте нам, участвуйте, все рождается на ваших глазах, нет никаких сценариев, ничего вообще подготовленного. Потому что я считаю, что бизнес – это энергия живая, и мы не можем ее готовить, мы не можем подбирать под нее какие-то шаблоны и стандарты. Это должно рождаться. Все самые крутые, гениальные проекты, они рождаются эх, вот так. Я привыкла так зажигать, поэтому зажгу вас. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому выпуску, написать Оле все, что вы думаете, о чем я вас просила, подписаться на наш канал, подписать всех своих знакомых, дабы мы с вами становились успешней, у нас было больше денег, и не забывали о том, что волшебство есть у бизнес-тренеров, а у нас есть наше главное оружие – фигачить и херачить, друзья. До встречи в новом выпуске.